Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на ПТ-САУ 9 уровня Т-30. Легендарная на самом деле машина. Кстати, кто-то вдруг не помнит, может быть вообще и не знает об этом, что Т-30 раньше это был тяжелый танк 10 уровня. Но давным-давно, соответственно, его переместили в ветку ПТ-САУ на 9 уровень. Это было настолько давно, что многие об этом даже и не знают. Но по-прежнему, в принципе, это ПТ-САУ может наносить хороший урон. Но что этому мешает? Все-таки тут имеется башня, как у тяжелого танка, полностью подвижная во все стороны. Также имеется огромное бронепробитие, огромное альфа в 750 единиц. Также приемлемая подвижность относительно других ПТ-САУ. Типа там, я не знаю, побыстрее, чем Тортоис, по крайней мере. Хотя Тортоис, конечно, замечательная, ПТ-САУ тоже самое. Можно свои плюсы там найти. Ну а Т-30, в общем-то, машина способная наносить хороший урон. И, друзья, не забывайте подключать набор, который сейчас вот до сих пор доступен. Ретро-волна называется. Соответственно, вы получите из Т-30 механизмов заряжения, Скорку НЖ, СУ-100У, Кромвит-Б. И все это за 100 рублей. Ссылка в описании на набор. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня поиграем на сайте WorldHub. Так, поставим две тысячи золота. Такс. Идет отсчет времени. Такс. Ну, нужно хотя бы желательно коэффициент X2 какой-нибудь. Давайте вот сейчас заберем. Два коэффициента, нормально. Три тысячи девятьсот сорок. Есть у меня промокод для вас. Вот он. Здравствуй, вам пятьдесят золота. Вы сможете бесплатно поиграть на данном сайте. Немножечко проверить свои силы и удачу. И потом, кстати, можно вывести, если, соответственно, выиграете золото. Так. Еще две тысячи золота. Ну, моя стандартная ставка две тысячи золота. Давайте забираю две тысячи. Вполне адекватно. То есть я уже четыре тысячи золота выиграл. В общем, друзья, если хотите поиграть на данном сайте, ссылка на него в описании. Там же промокод, который даст вам дополнительный бонус при пополнении. Пополнять тут все способы доступны. Также, друзья, вот вам, соответственно, отличный годовый приз. Вот победитель, который выиграл в прошлом видео. А теперь, соответственно, розыгрыш золота в этом видео. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно всего лишь написать комментарий и указать свой игровой ник. Писать комментарий нужно только после просмотра видео, пожалуйста. То есть сначала посмотрите видео, послушайте, о чем я там говорю. А потом уже пишите комментарий. Потому что некоторые спешат комментарий написать. Типа, вот я первый, значит я выиграю 100%. Нет, это так не работает. Просто оповещаю вас. И также, друзья, давайте послушаем новости, которые тут произошли. Разработчику ботов в игре World of Tanks и вовс Андрею Кирсанову дали 2,5 года условно. Соответственно, ну он, конечно, доволен данным приговором. А еще бы не быть довольным в данном случае, было бы гораздо хуже, если бы 5 лет дали максимальное наказание за данное преступление. Да, доказана вина. Ну и он сам признал, что действительно вот нарушил. При этом довольно грамотная у него речь была по поводу вот последнего слова. То есть он сказал, что вот у него есть родители пожилые, что он не единственный сын в семье. Что вот нужно как-то обеспечивать пожилых родителей. И также он устроился там на какую-то государственную должность в плане разработчика какого-то программного обеспечения для какого-то там устройства, подъемника или что-то такого. Короче, ну не стал вдаваться в подробности. Ну, короче, естественно, это, ну, можно так сказать, очень сильно облегчило, так скажем, наказание. Потому что если бы он там, не знаю, был бы преступником прям таким вот отъявленным, естественно, его посадили бы. Ну, а так, конечно, тут он может принести пользу государству. Возможно, даже есть, ну, такая мысля, что кто-то из государственных деятелей, в общем-то, в данную ситуацию, ну, впутался. Потому что Wargaming был изначально максимально строг. То есть он хотел вообще там обдереть его до нитки. Потому что там хер знает сколько миллионов, типа, он нанес ущерба. И хотели его, видимо, совсем до нитки обобрать. Но потом, видимо, поменяли свое решение. Ну, вот такая вот ситуация. В общем, читы и боты он разрабатывать не будет больше. По крайней мере, по его заявлениям. Ну, вряд ли он будет что-то разрабатывать, потому что он действительно рискованно. Ну, и два с половиной года условно, соответственно, ему нельзя будет выезжать из своего города Екатеринбурга, вроде бы, если я не ошибаюсь. Ну, и будет там работать и, соответственно, приносить пользу своей стране. У нас сейчас айтишников мало, действительно, дефицит хороших айтишников. И, конечно, ну, просто так сажать в тюрьму, наверное, было бы глупо. Ну, специалисты в своей области есть. Естественно, лучше пускай пользу какую-то общественную, в общем-то, народу делает. И также, друзья, по поводу режима Стальной Охотник, разработчики очень довольны данным режимом. Он сейчас вот-вот закончился. Больше 40 миллионов боев было сыграно в этом режиме. По опросам разработчиков, ну, игроки в целом довольны. Количество игроков, сыгравших в режим 1 миллион 200 тысяч. Ну, я что-то прям, ну, лично мое мнение, что это не так уж и много. Учитывая, что там онлайн в среднем, там, ну, 300 тысяч. То есть, естественно, люди меняются. То есть, там, общий онлайн серверов, может быть, а я не знаю, сколько, ну, там, 20 миллионов в день. Или сколько там, ну, сложно сказать. Ну, короче, 1 миллион 200, это немало, конечно. Но, мне кажется, Wargaming тут прям перехватил сам себя. Среднее число боев, которые сыграл один игрок, 35. Наверное, это, опять-таки, статистика только среди тех, кто вообще сыграл хоть сколько-нибудь. Максимальное количество боев, которые сыграл один игрок, это 2148 боев. Прям, я не знаю, играл, наверное, целыми сутками в этот режим. Максимальное количество побед у игрока 505. 40 миллионов 500 тысяч. Общее количество сыгранных боев в режиме. И самый популярный танк среди игроков, это у нас Ardekin. Французский танкчик, такой маленький. Типа, бача-то, ну, не совсем, но похож, короче. Более 700 миллионов стальных печатей было получено. Более 96 миллионов очков боевого пропуска было заработано в режиме. Более 85 тысяч игроков приняли участие в турнире. Стальной охотник. Моё мнение, режим лично мне, ну, вот когда я в него сейчас не играл, на самом деле, но вот когда я раньше играл, в прошлом году, мне он очень нравился. Честно говоря, я его причисляю к действительно хорошим разработкам от Wargaming. Но после того, как разработчики убрали награды из этого режима, у меня конкретно лично, да и у многих игроков, потому что я слышал такие комментарии, пропало желание играть в этот режим вообще. Так что, на мой взгляд, Wargaming, ну, с одной стороны, вроде бы и что-то хорошее сделал, а с другой стороны, поженили награды. Да, там это всё связано, переплетено с боевым пропуском, но лично мне нравилось больше, когда отдельные награды, их было много, и играть в этот режим было гораздо интереснее. И сам режим, на мой взгляд, неплохой, так ещё и, соответственно, игра в него была интересная. Также, друзья, карты, которые у нас, соответственно, будут в дальнейшем, это у нас застава, скорее всего, будет релиз в сентябре этого года, в патче 1.18. Карта Устричный залив, релиз в 23-м году только. Карта Аквила, релиз во второй половине 23-го года. И карты Эникеевка, релиз в первой половине 24-го года. Вот такие вот итоги. Ну, посмотрим, не могу судить строго в данном случае, потому что я на этих картах, честно говоря, не играл. Далее у нас медали за Стальной Охотник. В принципе, ну, есть у нас любители медалек всяких до сих пор. Их хлебом не кормить, дай только медалек заполучить каких-нибудь новеньких. Ну, лично я в этом толку не вижу особого. Ну, иногда, конечно, приятно получить, ну, такие медали, как, например, там, не знаю, Колобанов, предположим. Ну, а тут такие просто, как бы, медали режима этого. Но я хотел бы поговорить немножечко про корабли. Но вы, наверное, спросите, а нафига нам знать что-то про корабли? Мы в них не играем. Ну, а тут один нюанс есть. Сейчас, соответственно, ну, я так понимаю, Леста Студио будет заниматься танками. И, естественно, она будет принимать участие в разработке. И, соответственно, я думаю, они будут сильно, в общем-то, продвигать свои акции разнообразные в танках. И уже это, в принципе, заметно. Я посмотрел, какие, соответственно, акции сейчас проходят в кораблях. И заметил такую вещь, что разработчики часто используют в качестве награды кейсы. Но только не за рядные деньги, а за события. То есть ты участвуешь там в разнообразных событиях, получаешь там жетоны. И потом уже обмениваешь эти жетоны на кейсы. И из них со случайным шансом падает награда. Там премиум аккаунт, там корабли. Ну, по аналогии с танками, это, конечно, премиум машины будут у нас, премиум танки. И лично я считаю, что высока вероятность, раз уж Леста у нас у руля. Соответственно, то, что в дальнейшем игрокам будет выдаваться как раз какой-нибудь лутбокс. Зачем это нужно? То есть спросите, а зачем это вообще? Ну, отвечаю. Люди зачастую очень азартные существа. На самом-то деле мало людей не азартных. А те, кто не азартные, они обычно просто не хотят рисковать, потому что боятся проиграть. Но большинство любят азартно поиграть. Но одно дело, когда ты азартно играешь за свои деньги, можно влететь тут в копеечку и ничего не получить в итоге, что неприятно будет. Но другое дело, когда ты участвуешь в каких-то событиях, получаешь там какую-то валюту и на нее уже покупаешь игровые кейсы. И, соответственно, в таком случае ты не рискуешь по крайней мере своими деньгами и как бы получаешь удовольствие, крутя рулетку, так скажем, в игре. И получая, возможно, с каким-то шансом даже какой-то действительно годный подарок. Возможно, какой-нибудь годный прям танк. Ну, а в танках у нас в целом шансы на выпадение предметов пока что, по крайней мере, не такие уж и плохие. Взять хотя бы коробки на Новый год. И, кстати, в прошлом видео я говорил о том, что проходила такая информация от супертестеров, то, что разработчики вообще тестируют внедрение такой вот награды для ветеранов игры World of Tanks, а именно коробок, которые там, ну, помимо стандартных каких-то наград, там прям танка низкоуровневая и так далее, там боны и так далее, какую-то еще случайную награду в лутбок в зависимости от выслуги лет. И это, на самом деле, весьма интересная идея, потому что, ну, этот значительно так повысит. В общем-то, онлайн, я так считаю, интерес к игре. Но посмотрим, внедрят ли все-таки это в игру World of Tanks, потому что, естественно, ну, Wargaming может и не согласиться. Хотя, конечно, они говорят, что в России денег не зарабатывают больше, а вообще в России они не работают. Ну, в общем, судите сами. Спасибо, что досмотрели видео до конца, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok